ребят всем огромный привет с вами роман шкудера и сегодня мы проведем очередной обзор рынка крипты посмотрим какие у нас сейчас идеи рынок в целом сейчас стоит в такой консолидации думаю ближайшее время мы должны увидеть какое-то движение куда она будет посмотрим возможно еще в начале сразу хочу сказать что какая-то возможно коррекция по рынку но в ближайшем будущем я думаю что мы увидим восходящую тенденцию то есть тот же аль сезон возможно возможно такая же такой момент то аль сезон уже концу лету возможно такой вариант если это будет туда-сюда то есть будут ходить и вверх и вниз но концу лету можем выйти куда-то с консолидации скорее всего наверное наверх сейчас еще один момент есть это то что сейчас хайби мемкоины то есть если вы посмотрите на сектор мемкоинов там по исторических обновил там сидим тоже я набрал нормальную позицию ппп думаю он себя еще покажет и также другая альта там вив и так далее но здесь мемкоина у нас нет вы можете посмотреть на реальной бирже то мама неплохо чувствует значит чего хочу сегодня начать хочу начать сегодня за сын пи значит недалеко находимся от исторического хая в зоне там 5 336 может быть обновление будет это будет хорошо потому что если не будет возможно сформируется какая-то такая двойная вершина многие любят это такой такой формации может быть какая-то коррекция ну как вот здесь видите было похоже возможно но думаю в этом году еще рынок порастет мы думаем в следующем не так году в следующем наверно концу следующего года наверно мы увидим раз вот эту коррекцию я об этом еще говорил или года четыре назад что где-то 25 год и вижу где-то smp в зоне пять пятьсот шесть тысяч еще тогда когда он был там по четыре там 500 вот вот была такая ситуация значит что поехали дальше давайте мы пойдем все с первого потом прибей биток там будет на этом самом на своей очереди значит полигон матик ну видите упал нормально то сильное движение обычно такое делают перед сильным движением то чтобы забрать монеты делать такое сильное движение среди мы сюда шли получается где-то полгода там плюс-минус полгода шли посмотрите тут буквально за один месяц мы уничтожили все почти все это движение то есть это хорошо обычно когда быстро вниз быстро вверх есть такое поэтому но если это конечно не даун тренд если даун тренда понятно что если там быстро вниз может очень долго стоять в данном случае я думаю что может человек это накопление быть возможно обновление вот этого лоу это тоже как вариант то есть вот этот лоу обновить дальше ну как бы да сделать его хвост возможно там какое-то время поторговаться и дальше на выход ну или уже в этом диапазоне набираться и потом выходить то есть болигон неплохо кстати и вот стоп понятен можно посмотреть на отскок где-то в зону там 076 вот со стопом где-то за 0 сейчас посмотрим вот здесь вот сюда 0 62 неплохая вот формация такая бенби мы заходили были с ребятами в комьюнити на пробой подумал я думал что будет такой импульс такая же почти формация была по ппп ну там похоже и она вышел наверх здесь мы видим начали откатились но возможно после из какой-то консолидации на стоп стоит сюда если вы хотите тоже можете себе рассмотреть как вариант входа значит и что если будет пробой 630 думаю улетим дальше думаю улетим дальше там исторический хайп зоне там 680 до где-то вот здесь у нас находится 680 700 там исторические хайп я думаю что бенби немножко был недооценен и я думаю что он выйдет дальше пойдет там на 1000 но в каком-то среднем где среднесрочном диапазоне значит можно рассматривать тоже лонг со стопом сюда мы сидим и брали даже чуть выше в этом 590 заход был но у нас топ нормальный такая среднесрочная сделка поэтому пока сидим а вы и а вы и то же самое смотрите вот зона уровня то есть такой хвост и постоянно здесь цена консолидируется сотрите выкуп ложный еще раз ложные выкупи и опять ведь поджимают и джимают не могут пробить должен быть импульс после пробоя импульса нету скорее всего тоже по богу пробой ложные я думаю что цена отскочит в сон там 92 тоже можно рассмотреть со стопом ниже 77 нормальная сделка честно вам скажу ада рассматривал тоже вот аду на лонг но пока думаю если будет где-то по 40 центов вот по 40 там возможно по 38 где-то вот в этих вот зон буду рассматривать ее на лонг пока что наблюдаю тоже неплохо смотрится ну почти одна модель стрите то есть сумму не рассмотрим от ада например там алга тоже импульс наверх отскочили все он очень другая картина как бы данью немножко выше находится своих лайов вот этих вот тоже самое ведь консолидации вроде бы стоит такая маленькая волатильность хотя в мае обычно у нас рынок там сливают хотя видите у нас слив был раньше был в апреле слив мая просто немножко там еще подлили были атом а там что-то немножко слабее рынка смотрится тоже пытался закрепиться выше девяти долларов не смог обратно вернули но и теперь я бы тут смотрел наверное если брать уже типа 7 где-то 6 767 30 вот это вот 7 даже 727 6720 вот этот диапазон для лонга пока тут я бы не лез бы немного высоковато он сейчас стоит и числа берем эти все красные свечи возможно еще какой-то хвост дадут возможно даже вот сюда и тогда можно будет рассматривать а axis вот это кстати неплохо встречи вот этого зона 66 плюс минус 66 65 вот я тоже рассмотрел его очень кстати неплохо смотрится стоп в районе 10 процентов если брать за вот этот лоу это вот неплохо неплохо диапазон где-то входа 6265 если смотри ну и с целью где-то семь с половиной восемь с целью bitcoin кэш рост сильнее был видите коррекция я тут еще кофе пью сейчас дня значит не успел сегодня просто был в зале там пока дела по делу поэтому пришлось сейчас пить значит bitcoin кеш немного сильнее рынка тоже можно рассмотреть со стопом 395 но пока я бы немного подождал еще может быть еще будет один хвост или даже пойдут на 340 как вариант потому что как-то не очень он стоит уверенно честно вам скажу не очень уверенно стоит дот такая же почти картина видите зла и не обновляются такое уже как бы локально восходящий у нас формируется трендик локально восходящий и возможно там составе себя тут лонг ну там хотя бы цель 7 4 7 6 вот где-то вот сюда может сходить дальше посмотрим туда по если пойдет выше тогда уже там будет и 8 и 9 и 11 долларов подок давайте посмотрим биток что у нас по битку кстати вот был уровень кстати среди 6700 я кстати когда пробили вниз я писал если не вернется обратно выше 60 есть шансы снижения в зону 52 50000 возможно даже 48 по цена вернулась закрепилась и закрылась на недельном графике выше 60 пока пока сценарий нисходящий отменяется посмотрите кстати как держали вот этот хвост ложный и ложный еще один комбинации и тут всех кто любит ребят все кто любит эти вот картины получается алва и плечи вот голова плечо плечо и типа при пробое вот этого плеча 64 700 вверх у нас будет восходящая тенденция я не очень это люблю честно вам скажу это может работать больше когда где-то это хайи вот такие как здесь например или там кита логи вот как были вот тут там когда там было даже не тут а наверное когда он был по 16 вот тогда наверное да вот здесь ну может это сработает но это ложный пробой ребят смотрите вот уровень 60 700 очень четкие вот смотрите вот поэтому хвосту очень красиво вниз пробили вернулись протест или еще раз и пытаются вот дальше пойти наверх есть такое типа треугольник немножко вниз вот так видите хаи не обновляются все время то есть нам нужно перебить вот этот хай первый хотя бы тогда возможно изменится картина и пойдем наверх все ждут его на 50 обычно он делает наоборот всегда такое было когда все ждут что он будет стоит там 50 а он идет на 80 и канал если будет 150 когда этого не будет никто ждать вот и все вот такая вот у модель обычно это так происходит поэтому пока сохраняется если цена за пробьет 60 700 и будет закрепление ниже с тестом или просто с импульсом после пробоя тогда наверное ребята можем пойти на 48 на 50 может даже из 45 такой тоже вариант но учитывая сколько у нас из фондов набрали и тех приняли и все остальное я думаю сделать это будет очень сложно посмотрите 73 до 50 56 это меньше 20000 пунктов это у нас в 17000 пунктов цена тут проходила блин два месяца вниз сюда очень тяжело и вот его то есть вот так набираю то есть я думаю что может вообще вряд ли когда-то будет 50 бог его знает посмотрим но сильно стоит биток реально наверно ну сильнее всех я думаю ну там наравне там спайпа и так далее что это да это у нас дэш а дэш кстати с нижней границы вообще торгуется очень круто посмотрите на недельный график для этого кстати тоже убрать надо было бы зрительный график очень красиво то есть нижняя граница прям можно его кто хочет долгосрочно это кстати очень неплохая зона ну кто себе хочет купить например дэш там я не говорю покупать она все кто хочет в портфеле или планировал сейчас цена я скажу очень хорошие очень хорошая цена если он там пойдет чуть ниже ну там можно еще докупиться будет там 24 там 23 если будет какой-то прокол сейчас даже можно брать локальный лонг стопом например ниже 26 вот сюда ну или там ниже 24 там и 8 вот это вообще будет идеальный стоп то есть очень круто дэш ну и потенциал видите сами то есть он еще не ходил то же самое касается и элса ну почти почему немножко выше тоже ходил но у меня долго тут сижу не планирую его брать и не рекомендую его брать долгосрок краткосрочно можно это зайти там импульс ловите выйти долгосрочно не вздумайте это бред он нифига не ходит вот этого движения если он там будет там по 10 по по 13 буду закрываться и все поэтому локально можно рассмотреть глобально я не рекомендую выбрать лучше какой-то эфир купить вот эфир кстати тоже жмут вниз пытаются пробить 2 783 вот это вот зону пробует пробить возможно будет какой-то прокол и обратно ну или может быть движение вниз пробоем и дальше движение там на 2 200 или 2 400 всегда нужно рассматривать несколько сценариев ребят никогда нельзя надо смотреть не сценарий все мы идем наверх мы уже тут нормально прошли вы посмотрите с 1500 на 4 там 100 это 100 где-то 150 170 150 процентов да где-то плюс-минус с 1500 100 процентов 3000 еще ну 6 160 процентов он прошел это много поэтому могут может быть и коррекция на 2 500 это нормально сейчас пытаются удержать если кто хочет можно рассмотреть ну со стопом ниже вот этого хвоста получается стоп в районе 100 там 30 долларов это выходит 5 процентов это немного кстати стоп стоп немного но пока такая тоже модели могут и про прокол сделать поэтому либо подождать либо брать со стопом это уже смотрите как бы я пока в эфир не лезу я смотрю что другое но эфир тоже стоит очень неплохо кстати в плане цены и в плане стопа линк сходил вниз протестил вот как раз 12 и 4 кстати мы где-то там рисовали были эту зону но я думал он где-то пойдет на 9 я бы там кстати докупился бы с радостью но пока не идет возможно будет еще съем вот этих вот стопов кто тут брал но и ставил стоп ниже там ниже 11 8 могут снять сходить там на 11 например вернуться как вариант тоже хорошо стоит мина то же самое стрите нижняя граница прям красиво сходили вниз жмут возможно еще будет есть вот это еще раз повторяю возможно будет тестироваться еще вот эти все лаги по льдам которые тогда были показаны в начале ну там середине апреля середине апреля возможно будет и стирса быть такое уже было то есть тест вот этот возможно немножко перелом даже этих лайов и потом резкий импульс обратно как вариант такое просто уже была формация ну или отсюда может уже формироваться . ну как бы тут надо смотреть если пойдет сразу ну по вам скажу надо было брать если не пойдет то надо было брать ниже всегда неправа с миксов видите вот 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 уже говорил видите вот этот лоу вот пробили и возврат вот вот такое я что-то ожидаю по другим инструментом вот тут кстати очень наглядно показываться вот это кстати можно рассматривать налог вот это наверное лучшая идея я скажу наверно сегодня это smx потому что он сделал прокол видите обратно возврат можно рассмотреть хороший стоп понятный и потенциал огромнейший то есть тут на 3 доллара минимум то есть там 20 процентов я думаю тут минимум пройдет здесь он пойдет обратно ну и стоп там пять процентов то есть или даже может сюда то есть вот это кстати это очень хорошо смотрится вот snx вот то что я как раз я говорил что могут снять и потом обратно то есть ну вот это никс вот вам пример очень хорошая идея значит солана но сильнее рынка как обычно видите по тренду были попытки пробить и даже если мы там дальше проведем вот так видим что в принципе все нормально по салоне даже постанован посмотрим еще раз что-то я не могу вот эту фигню снять попробуем вот так сделать сейчас поэтому провести по этому же линии но увидите вот то есть в принципе в принципе все нормально то есть проколы по тренду все хорошо выше 137 но она правда дорогая я пока в нее не лезу ребят честно я пока не лезу моменте можно где-то рассмотреть ее там от 120 или что но пока дорогая я пока не лезу ребят сюда хотя локально возможно исходит так это тоже самое нижняя граница но возможно еще раз повторяю ретест 172 поэтому тут два варианта либо сейчас зайти поставить стоп если выбьют смотреть уже от этой точки когда будет и если будут покупать или просто подождать уже чтобы был тест то есть два варианта ну это рик сильнее рынка видите вот пробил вот этот уровень 012 27 и дальше закрепление думаю что может пойти дальше на 13 и 04 вообще просто пофиг на рынок то есть шел когда рынок там шел то медленно он шел сильно потом коррекция и он выкупается 1 trx тема ну пока он немножко высоковато конечно ну стоит очень уверенно юнис вап тут было тоже моментом секом у них поэтому не факт что она будет но долгосрочная думаю не надо пока сюда лезть может быть как срипал будет стоять там четыре года поэтому возможно вот только тоже лонг такой же как по всем остальным то есть со стопом сюда или сюда или ждать ретеста вот этой зоны почти одна картина везде люмен ну вот он кстати вот это вот зона ну-ка подождите посмотрим вот это вот раз есть вот эта зона я наверно взял бы это видите с этого был импульс мощный просто и видите куда мы пришли прям вот это 0094 но пока высоковато он стоит пока высоковато если брать стоп дорогой будет тут манера пока не лез бы только если будет выкупаться где-то выше 180 там он постоянно пилится видите вот ну или выше 137 хотя бы вот эту вот зон пока его длиснули были там сберешь некоторых есть в том числе с бинанса пока я в нелез бы наверно ripple то же самое фигня блин конечно полная и тезис у нас ну вот тоже вы смотрите вот тезис вот реально санексе тезис видите вот пробой как бы вот этой зоны нету импульса вниз выкуп обратно скорее всего будет импульс обратную сторону потому что если было бы действительно short то туда после пробоя должен был импульс сразу вниз его нету нужно еще хорошее закрытие чтобы если кто хочет уже прям отличный сигнал нужно сегодня чтобы закрылись и закрылись хотя бы зеленой свечой ну хотя бы хотя бы сейчас скажу хотя бы ну желательно где-то 88 и 5 хотя бы там три процента еще выкупили вот это было бы идеально надо еще посмотреть объемы какие-то которые тут есть вот это кстати снx и тезис лучше я считаю идея на сегодня то есть вот эти вот точки они лучше всего работают скажем так возможно никто не говорит возможно и и в задавят вниз но ребят это хотя бы будет правильно сделано его шансы что вы заработаете намного больше чем где-то брать например тут или где-то далее то есть вот таких вот слоев когда тестируется это очень хорошие точки хорошие сделки получаются на это бывает конечно не часто тоже нужно искать такие инструменты надеюсь бы я полезно ребят всем кто хочет открыть счета и торговать там крипту в том числе и акции фьючерсы золото там и комодитесь то есть нефть опционные можете открывать счетов компания маркет наши надежные партнеры пока вот сколько лет наверно 5 уже с ними работами каких вопросов не было когда ребята там что-то писали я всегда давал менеджера все помогали все было четко никаких проблем каких-то жестких с выводом или взводом не было поэтому я могу смело рекомендовать компанию и торгуйте зарабатывайте ставьте стопы не забывайте о рисках всем хорошего дня с вами ларман шкодер увидимся в следующих наших обзоров всем